Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Рекламы в его контенте. У него есть свой канал. Он размещает там развлекательный контент. Денежное средство он получал на протяжении периода 18, 19, 20 годов. 7 миллионов рублей. Первая цифра. И вторая там за год 12. Налоговый орган назначил выездную налоговую проверку. Сейчас будут происходить начисления. План у них следующий. Значит, если ты физическое лицо, зарабатываешь таким образом деньги, но не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, ты совершил налоговое правонарушение, правового значения не имеет, что ты не зарегистрировался. То есть это лишь значит, что ты не воспользовался своим специальным правом на выбор налогового режима. В таком случае расчеты идут по общепринятой системе, а это 20% НДС и 13% НДФЛ. Плюс взымается 20% штрафа за то, что налоговый орган сам выявил правонарушение, и еще 20% суммы за умысел на уклонение от уплаты налогов. Программа Экономика. В Кирове открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Он работает на базе Колледжа промышленности и автомобильного сервиса. Там собираются объединять технические, кадровые и методические ресурсы со всей области для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кировчан. Не только студентов, но и взрослых работающих. Граждане или работодатели смогут обращаться в Центр, где для них смогут разработать образовательную программу под их требования или направить на обучение. Работодатели могут размещать вакансии, просматривать резюме зарегистрированных работников, размещать заказ на обучение кадров. Кроме того, возможно будет программа профориентации школьников. Далее информации от наших партнеров. Кредит по 3% и полгода без всяческих выплат – это программа господдержки ФОД 3.0. Ее до конца года реализует государство. АОК Быхлынов стал единственным региональным банком, вошедшим в список тех, которые могут выдавать кредиты по этой программе. Воспользоваться поддержкой могут предприятия из отраслей, относящихся к числу наиболее пострадавших от ограничительных мер. Получить можно сумму из расчета МРОД на каждого сотрудника. Срок кредита – 18 месяцев с 1 по 6 месяц – период без платежей, с 7 по 18 месяц – платежи равными долями с учетом перенесенных процентов. Сумма кредита по программе ФОД 3.0 – от 50 тысяч до 300 миллионов рублей. Более подробно узнать о программе можно на сайте bank.hlynov.ru. Там же можно оставить заявку. Процедура эта быстрая и простая. Для этого понадобятся всего два документа, а решение банк Хлынов принимает в течение дня. А у КБ Хлынов лицензия ЦБРФ номер 254. В завершении о валютах. Курс доллара на сегодня 71 рубль 81 копейка. Официальный евро – 82 рубля 22 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.